Большой новогодний праздник для семьи Погорельцев из Калининского района организовали предприниматели Тверской области. Акция была организована центром «Мой бизнес». В ее рамках предпринимательское сообщество собрало те подарки, которые просили дети в письмах Деду Морозу. Подробности далее. Дом Нины, ее мужа и четверых детей сгорел дотла. Сейчас они живут в доме родственников и стараются накопить деньги для строительства нового жилья раньше, чем их попросят съехать. Конечно, в такой ситуации не до праздника и сюрпризов. Предприниматели города собрали те подарки, которые просили дети в письмах Деду Морозу. Снегокат, ватрушка, развивающие книжки для новорожденной Дарины, которые попросил ее брат Миша. В преддверии Нового года в гости к семье приехали Дед Мороз и Снегурочка, роли которых также исполнили тверские предприниматели. Когда дети пошли в чулан и начали играть в холодно-горячо и обнаружили свои подарки, вот здесь открылись неподдельные эмоции, которые нельзя отрепетировать. Это было действительно чудо, когда они увидели и шквал, все, и они полностью погрузились в это пространство. В этом году акция проходила под лозунгом «Предпринимаю для тебя». Руководители бизнеса могли выбрать, кому и каким образом они хотят помочь в рамках этой акции. В частности, в большую коробку в холле центра «Мой бизнес» приносили сладкие подарки и игрушки. Их передали в фонд Твери, сотрудники которого затем вручили подарки детям. Мы часто взаимодействуем с благотворительными организациями. Эта акция была не разовая и не первая. Мы ежегодно проводим такие мероприятия. И тверские предприниматели достаточно активно включились в эту работу. Мы организовали сбор подарков предпринимателей, приносили и подарки. И участвовали в качестве таких аниматоров. Были Снегурочкой и Дедом Морозом. Мы поздравляли детей. Также в рамках акции «Предпринимаю для тебя» во время новогодних каникул коллектив центра «Мой бизнес» поддержал передержку бездомных животных «Преданный нос», созданную инициативной группой по защите бездомных животных. Сотрудники собрали еду для собак и помогли прибраться в вольерах. Продолжение следует...